Вы знаете, для того, чтобы рождалось, именно вот это искреннее, для того, чтобы рождались личные такие взаимоотношения с Богом, нужна была цена. Нужна была цена. Цену в свое время Иисус Христос заплатил за нас, ради нас, для того, чтобы дать нам способность иметь возможность общения с Господом нашим Иисусом Христом, не просто на уровне расстояния, а на уровне близких отношений. Аллилуйя! Мне бы увидеть. Аллилуйя! Тебе бы увидеть, тебе пережить бы ту благодать Божью. И даже когда при таких обстоятельствах, кажется, все разрушено, кажется, все рухнуло, планы рухнули, то, что было, оно уже никогда не повторится. И кажется, ты обречен. Согласитесь, побывавший в лобовой аварии, имея 10 переломов, и находясь в коме на грани смерти, когда сам главврач вышел, махнул рукою и говорит санитаркам, говорит, чистите дорогу в Белый дом, ничего не выходит. Одну похоронили, и другую похороним. Одна умерла, ушла из жизни, и другая уходит. Мне слышать эти слова мне было очень тяжело. Но слава Богу, что Бог не Бог из мертвых, но есть Бог живой. Аллилуйя! И слава Богу! Вы знаете, искренне расскажу, у меня вера хватала на то, что я благодарил Бога и говорил, Господи, благодарю Тебя, что Ты оставил ее живой. И я согласен на инвалидную коляску. У меня вера хватала на инвалидную коляску. Но слава Богу, когда я вижу жену свою здоровой. Аллилуйя! Когда я вижу действительно Божие движение Духа Божьей благодати. И то, что я вижу, да, ее жизнь и моя жизнь, она изменилась. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу! Вы знаете, сегодня второй день нашего праздника, а я хотел бы сказать, чтобы этот праздник продолжался, продолжался и продолжался, потому что общение с Духом Святым это всегда праздник. Аллилуйя! Давайте мы просмотрим интересный момент в жизни Иисуса Христа, и да поможет нам Бог, и откроет нам ум к разумению Писания, чтобы мы познали суть благодати Божьей и действия Божьего Духа в нас. Аллилуйя! Чтобы мы познали, кто делает нас способными, каким образом Он делает способными, и что нужно для этого. Аллилуйя! Слава Господу! Давайте мы прочитаем места Священного Писания в жизни Иисуса Христа. Первое, именно будем читать от Матфея, а потом будем читать от Луки. Значит, первая задача нас посмотреть, при каких условиях и обстоятельствах Дух Святой сошел на Иисуса Христа. Вторая наша будет задача посмотреть именно действия Духа Святого в жизни Иисуса Христа, так как Он Его повел в пустыню. Не сразу на труд, не сразу исцелять больных, не сразу сгонять бесов, а сразу повел Его в пустыню. И третья задача увидеть, и чтобы Бог открыл наши глаза, что сделал Дух Святой с Христом во время пребывания Его в пустыне. Аллилуйя! Ну и четвертое, действие благодати Божией. Аллилуйя! Давайте все это конкретно, так аккуратненько посмотрим в Писании, и мы увидим действительно то чудо преображения с плотника, с простого человека, как Бог его взял в удел, преобразил его, что его не стали узнавать в своем Отечестве. Аллилуйя! Слава Господу! Давайте мы прочитаем эти места Священного Писания. Давайте мы возьмем значит от Матфея и будем читать именно четвертую главу. Значит конец третий и начало четвертой. Значит третья глава от Матфея семнадцатый стих или шестнадцатый стих возьмем. и крестившись Иисус сто час вышел из воды и вот отверзлись и вот отверзлись отверзлись отверзлась ему небеса и увидел Иоанн Духа Божия который сходил как голубь и не спускался на него и вот голос с небес глаголующий сие сын мой возлюбленный в котором мое благоволение Аллилуйя слава Господу те же самые именно тот же самое место мы прочитаем в Иоанн от Луки где более может быть доступнее им оно сказано смотрите значит это третья глава Иоанн Леот Луки 21 стих когда же крестился весь народ и Иисус крестившись молился отверзлась неба и Дух Святой не шел на него в телесном виде как голубь и был голос с небес говорящий ты сын мой возлюбленный в тебе мое благоволение Аллилуйя слава Господу это было в жизни Иисуса Христа кажется если уже небо засвидетельствовало о Божьем благоволении Бога Отца в отношении к Сыну Своему то вот открывается для тебя дверь для благоведствия в силе и в славе великой но не то не так и Матфей и Лукан пишут интересное повествование возьмем от Луки 4 глава Иисус исполненный Духа Святого обратите внимание здесь не стоит слова силы вы обращаете внимание да Иисус исполненный Духа Святого возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни а по пришествию их напоследок ощутил голод и дальше идет искушение именно от дьявола и сказал ему дьявол если ты Сын Божий то вели этому камни сделается хлевом я не буду говорить о подробностях искушения но я хочу чтобы мы обратили внимание что кажется удивительно что именно Божий Сын которого Бог взял удел засвидетельствовал о том что вот в тебе мое благоволение вдруг Дух Святой его ведет не на труд не на то чтобы совершать чудеса и знамения и провозглашать Слово Живого Бога а ведет в пустыню и вы знаете Бог сегодня перед утром сказал у каждого есть своя пустыня халлилуйя и Бог именно эту пустыню именно для каждого предоставляет и цель этой пустыни это совершение победы халлилуйя а не поражение потому что когда ты совершаешь победу тогда ты приобретаешь силу аллилуйя и вот смотрите что происходит когда Иисус Христос находится в пустыне какая цель Духа Святого вести Сына Божьего в пустыню ведь это Божий Сын а теперь послушайте да он был зачат от Духа Святого да он рожденный по воле Божией но вы знаете когда он был зачат от Духа Святого рожден по воле Божией он явился в свет и до своего совершеннолетия до 30 лет Бог его просто скрыл и не было в нем проявления ничего такого чтобы отличало его от других людей он жил в обыкновенной семье в то время я не знаю именно когда отец ну в смысле Иосиф именно умер но осталась Мария осталось пятеро детей о сестрах неизвестно сколько и вот это семейство это вдова с пятьми детьми и с дочерями она жила в Назарете Иисус Христос естественно если он сын плотника он и шел по следам именно отца и он плотничал он делал именно эти же окна двери чинил крыши это строительство и никто в нем не замечал особенного чтобы он кого-то исцелил какого-то беса изгнал какое-то мудрое слово наставление именно по Божьему Слову сказал не было в нем это до того часа когда Бог определил для него Павел пишет говорит и по совершеннолетию когда пришла времена когда пришло время аллилуйя и вот когда Христос именно пришло время и Христос идет идет Иисус Христос по влечению Духа идет в Иордан именно креститься от Иоанна и когда он вошел Дух Святой сходит на него халлилуйя и дальше он уже вводимый Духом Святым идет в пустыню что он делает там в пустыне там не надо не плотничать там не надо заниматься какими-то делами пустыня есть пустыня но там есть время общение его личного с Богом Отцом халлилуйя там он получает откровение там он получает ведение там он получает именно именно как бы то предназначение в полном сфере для чего он послан ведь он с самого начала был послан и он знал что миссия его именно здесь на земле халлилуйя совершить то чтобы разрушить дела дьявола халлилуйя он это знал но как это сделать как это сделать как это совершить в человеческом теле как исполнить волю Бога Отца в человеческом теле будучи не как Бог а как просто человек для этого нужно было общение с живым Богом для этого нужно было общение личное для этого нужно иметь свидетельство силы и славы Божьей внутри себя халлилуйя и вот это он пережил халлилуйя он усмирял свою плоть и предоставлял себя именно к тому чтобы Бог Отец мог полностью пользоваться через него халлилуйя поэтому дьявол его искушал если ты Сын Божий то повели этим камнем сделаться хлебами ведь ты голоден ему нужно было усмирить свой голос свою эту жажду именно к пище и он говорит слушай написано не хлебом единым будешь жить человек но всяким словом исходящим Иисус Божий халлилуйя и это уже была победа халлилуйя он преодолел именно тот голод ту алчность этой пищи он преодолел и сказал я отдаюсь на служение моему отцу халлилуйя когда нужно было именно знаете всякий человек у него есть свое я и чтобы доказать свою правоту мы часто используем свое я я я сказал я делаю я буду я то я то я то и диалог этим использовался потому что это слабость человеческой натуры вы понимаете это слабость человеческой натуры именно проявлять свое я везде и диалог говорит слушай если ты Сын Божий то докажи покажи свое я говорит ибо написано о тебе даже говорит написано не искушай Господа Бога Твоего халлилуйя написано так же не искушай Господа Бога Твоего и дальше это тоже победа над своим я над своей натурой и дальше дьявол уже пошел в открытую а зачем тебе страдать а зачем тебе именно иметь такую большую проблему в своей жизни вот эти царства вот народы они все принадлежат мне потому что они служат мне они покорены мне они принадлежат это мои это мое царство я князь этого мира я кому хочу тому даю если бы ты падше поклонишься мне то я отдам тебе и здесь Иисус Христос преодолевает и это искушение и говорит отойди от меня сатана ибо написано Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи аллилуйя кажется такие слова но в этом показывает именно евангелист именно то состояние Иисуса Христа Его души Его духа и Его же тело аллилуйя Он победил дьявола и в теле удалил именно жажду и удалил эту алчность Он именно победил дьявола и в душе не доказывая свое я и Он победил его в духе аллилуйя потому что написано Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи аллилуйя слава Господу и после того как Иисус Христос совершил победу второе место и возвратился смотрите четвертая голова именно 14 стих Ивана Луки и возвратился Иисус в силе духов Галилея аллилуйя когда Он видел был в пустыню там о силе ничего не сказано или у вас написано что там есть в силе нет но когда Он возвратился с пустыни Он пришел уже возвратился в силе духов Галилею и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране слава Господу теперь давайте посмотрим интересное такое событие шестнадцатый стих тоже та же самая четвертая глава Луки и пришел в Назарет где был воспитан и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу это было все обыкновенно тридцать лет он ходил в эту синагогу вы понимаете тридцать лет он слышал толкование этих тех которые читали вот эти писания ведь именно в синагоге было такое как бы ну как служение и шло прославление и шла молитва и шло чтение священных писаний и толкование их то что и сейчас у нас происходит у нас происходит именно молитва у нас происходит прославление у нас происходит чтение писания и толкование их и потом завершалась эта благодарность у Бога то же самое было и в самом начале это служение синагог это то что именно Бог дал именно в еврею и Иисус Христос ходил он слушал эти писания он слушал как толковали их и даже если кто-то неправильно толковал понимаете Иисус ему замечания не давал он был просто плотник который посещал синагогу он даже не имел права послушайте толковать места священного писания потому что места священного писания должны были толковать служителя но когда Иисус Христос пришел в силе Духа Святого там уже все стало по-другому он входит в синагогу ему предоставляют место ему приносят свиток ему именно предоставляют место обращаться к народу что же заставило этих служителей уступить что же заставило именно народ именно слушать а заставило то что когда он возвратился из пустыни именно той Иорданской Галилею в силе Духа то он начал первую проповедь свою он начал проповедовать в синагогах не в своем назарете там где именно он находился он проповедовал и потом во время проповеди он исцелял изгонял и написано исцелял всякую неможь в людях Аллилуйя и вот то что он делал разнеслась об Иисусе Христе молва Аллилуйя и люди увидели именно что это особенно что-то произошло с этим человеком и ему предоставили возможность обращаться к людям ему дали это место именно и вот смотрите и вошел и пришел Назарет где был воспитан и вошел по окновению своему в день субботни в синагогу и стал читать ему подали книгу пророка Исаии и он раскрыл книгу нашел место где было написано Дух Господний на мне ибо он помазал меня благовествовать нищих и послал меня исцелять сокрушенных сердцем проповедовать пленным освобождением слепым прозрение отпустить измученных на свободу проповедовать лето Господне благоприятное Аллилуйя и закрыл книгу отдал служителю сел и глаза всех в синагоге были устремлены на него и он начал говорить им ныне исполнилось писание это слышанное вами и послушайте 22 стих и все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати исходившись Иисус его и говорили Неосифу это ли это сын теперь давайте мы опять обратимся к Матфею 13 глава внимательно прочитаем та же та же самая история но здесь более подробнее описано и когда окончил Иисус пришел оттуда и пришедший в отчечество свое это 54 стих 13 глава Матфея и пришедший в отчечество свое учил их в синагоге их так что они изумлялись и говорили откуда у него такая мудрость и сила не плотников ли он сын не его брать не его ли мать называется Мария и братья его и Аков и Осий и Симон и Иуда и сестры его не все ли между нами откуда же у него все это и соблазнялись о нем Иисус уже сказал им не бывает пророк безчестия разве только в отечестве своем и в доме своем и не совершил там многих чудес по неверию и по неверию их заканчивается именно это повествование теперь послушайте я хочу говорить об очень именно таких ну знаете серьезных вещах когда Иисус Христос пришел все удивлялись и говорили откуда в него такая способность откуда в него эта сила откуда это его мудрость откуда это откуда это в него не плотников ли он сын для них была большая проблема они жили с этим человеком они видели этого человека и не один именно в его городе именно заказывал его или можно сказать как бы ну просил его или именно предоставлял ему работу чтобы он делал для него или окно или дверь или чинил крышу или что-то делал по дому и этот человек же платил ему эти же именно динары и иисус был благодарен потому что это было средство для существования его и всей семьи аллилуйя ангелы с неба не носили иисусу христу пищу и динары не сыпали с неба в виде дождя а иисус христос до 30 лет он трудился своими руками и он знал как рассчитать как именно сделать именно геометрию как это сделать все так чтобы дом крепко стоял и не падал он знал как подремонтировать или положить крышу он знал как сделать окно или дверь он был плотник но когда он находился там в пустыне что-то произошло аллилуйя и то что произошло иисус христос объяснил это через пророчество исаи то что вы видите во мне перемены это не просто я сам а то что дух святой сделал через меня именно божий дух сделал во мне аллилуйя и так же так как он сделал во мне то он и делает через меня аллилуйя и он говорит образно если так сказать если кто может принять принимайте но я хочу чтобы бог открыл нам ум к разумению писания чтобы мы поняли в чем заключается вот эта победа божья первое он сказал он помазал меня что такое означает христос знаете мы привыкли иисус христос как имя отчество иисус христос как станислав сергеевич или владимир васильевич или еще понимаете мы так привыкли но христос означает помазанник это греческое слово помазанный и вот это помазание им оно проявляется и поэтому говорили люди иисус помазанник яшуа помазанник аллилуйя христос означает помазание божье слава господу и вот смотрите что происходит когда иисус христос открывает это местописание он указывает на себя и он говорит он помазал меня аллилуйя он помазал меня помазание духа святого сошло во время крещения когда он вышел из воды дух святой в виде голуба сошел на иисуса христа аллилуйя но пустыня общение живым богом сделало иисуса христа способным именно в проявлении помазания божьих аллилуйя вот для чего нужна пустыня там он победил там он совершил победу там он приобрел мудрость благодать и силу именно божьей божьей славы аллилуйя и после того он пошел и начал изгонять бесов и после того он пошел и начал исцелять всякую немощь в людям после того он пошел и начал благовествовать аллилуйя слава господу таким именно я буду заканчивать потому что время немножко именно приходит но я хочу именно показать нам всем что иисус христос пришел в виде человека он жил как человек он служил как человек он именно совершал подвиг победы как человек аллилуйя и он никогда не пользовался божественностью своей он говорил что неужели ты не веришь или ты сомневаешься в том что я могу умолить отца и он пошел 12 легионов ангелов и этих достаточно одного ангела чтобы стереть все с лица земли а 12 легионов это уже предостаточно но он этого не делал аллилуйя для чего это он совершил потому что он и показал что и апостолу Павлу эта истина была открыта каков Христов таковы и Христовы аллилуйя Христос был исполнен Духа Святого Христос находился в пустыне он совершил там победу у каждого есть своя пустыня аллилуйя у кого-то какая-то пережившая трагедия у кого-то какая-то большая проблема это есть то место где ты общаешься с живым Богом аллилуйя и ты понимаешь что никто тебе кроме Бога никто не поможет потому что Он есть Тот который хочет личного общения с тобой слава Господу аллилуйя вы знаете еще место Писания прочитаю и на этом буду заканчивать потому что я вижу что время наше не сильно много но я хочу именно показать вам о чем апостол Павел говорил он тоже самое пережил он находился когда Бог открылся ему и когда Бог именно призвал его благовестствовать он сказал я не стал считаться с плотью кровью и говорит не пошел пришедший мне апостолом Иерусалим но пошел Аравию Павел для чего тебе то Аравия для того чтобы иметь личное общение в Духе Святом с Господом аллилуйя и там получить от него откровение слава Господу мы видим то что мы должны иметь эту пустыню внутри себя для того чтобы не просто жить жизнью такой знаете уныния сомнения ну что в пустыне в пустыне там никакой жизни нет в пустыне есть живая вода когда ты общаешься с живым Богом аллилуйя потому что пустыня для каждого есть и цель этой пустыни как я повторялся это не поражение это победа когда ты победил в пустыне тогда ты в жизни будешь победителем аллилуйя слава Господу давайте мы откроем еще место священное писание именно Галатам или не подождите Филиппица наверное а не Галатам Галатам значит смотрите вторая глава послания Галатам 20 стих и уже не я живу но живет во мне Христос а что ныне живу во плоти во плоти вернее то живу верою в Сына Божия возлюбившего меня и предавшего себя за меня аллилуйя другими словами Павел говорит уже не я живу но живет во мне вот это помазание Божьего Духа аллилуйя Христос это помазание Христос это помазанник аллилуйя живет во мне Христос и что ныне живу во плоти то живу верою в Сына Божия возлюбившего меня и предавшего себя за меня слава Господу аллилуйя знаете я верю что сегодня некоторые может и получили откровение именно в своем духе многих может это привело в какое-то смущение но я хочу чтобы благодать Духа Святого открыла ум к разумению Писания аллилуйя чтобы мы сказали Господи преобрази наш разум аллилуйя как было во Христе Иисусе когда Он сказал именно на Него смотрели как на плотника но Он понимал что Он призван на этой земле не для дел именно устроения домов и именно решения там устроения окон рам и тому подобное и дверей Он призназначен для спасения человеческих душ аллилуйя Его разум Он говорит мой разум изменился потому что это помазание оно совершилось аллилуйя и теперь мой разум направлен не на расчеты не на метры не на миллиметры как это все построить и как это все именно сложить а мой разум направлен для того чтобы разрушить дела дьявола и для того чтобы дать возможность Духу Святому совершить полную работу и исполнить волю Отца моего Небесного аллилуйя мои руки предназначены не для того уже не для того чтобы носить двери на плечах своих или устанавливать окна или ремонтировать что-то или строить какие-то дома мои руки уже предназначены они взяты будил Духом Божьей благодати для исцеления аллилуйя для совершения чудес все мое естество отныне оно принадлежит Богу потому что Он помазал меня то что сделал Господь Бог Отец Сыном Своим когда Он находился в плоти Он может делать с каждым из нас аллилуйя когда Дух Святой наполняет вас папа и мама вас не узнают близкие и родные вас не узнают потому что Бог преображает разум и тогда открывается ум к разумению Писания и тогда у тебя есть способность именно совершать дело Божие на земле аллилуйя исполнять волю живого Бога можем сказать на это аминь аминь аллилуйя давайте прославим Господа присоединяю я вот это это как в